Авторов проекта в памятнике жюри решила вызывать в алфавитном порядке, чтобы никому не было обидно. Первым о своем Андрианове рассказывал столичный скульптор Денис Соловьев. Он на первый взгляд кажется очень минималистичным, то есть без каких-то сложных там решений скульптурных и композиционных. И, кстати, как сегодня вы заметили, что схожесть была с Гагарином. Здесь я увидел тоже какую-то схожесть теперь с Гагариным. То есть как бы полет к новым высотам. Высота композиции с постаментом 3 метра 41 сантиметр. Автор хотел бы видеть семикратного олимпийского чемпиона в бронзе. Соловьев готов завершить проект за 4 месяца. На воплощение идеи ему нужно около 2,5 миллионов рублей. Стоимость проекта у владимирских скульпторов Игоря Черноглаза и Евгения Усенко вместе с гонорарами примерно такая же, как и у московского коллеги. Да и сроки исполнения те же. Но они решили увековечить всемирно известного гимнаста со всеми его наградами. Хотелось бы подчеркнуть опять же вот эту вот дугу, стремление ввысь, победе, целеустремленность. Ну и соответственно здесь будет представлена надпись Николая Андреянов, лучший гимнаст 20 века. Скульптор Илья Шанин, в отличие от коллег, решил отказаться от помпезности. Основная идея его личности была в том, что это была удивительно скромность, а совершенно не пафосный человек, трудяга, что называется пахарь от спорта. И мне хотелось вот этот основной посыл передать. Андреянов Илья Шанин стоит не в центре сквера сбоку. Взгляд спортсмена обращен к его дому, где он мог быть самим собой. Такой Андреянов, сыну прославленного гимнаста и председателю жюри, нравится больше других. Когда я приехал в мастерскую к Илье, когда я зашел, повернул голову, и знаете, такое ощущение, что он у меня во сне побывал, как бы я, у меня было то же самое. Потом все, кто знал, например, отца, вот этот похож на Юрия Алексеевича Гагарина, да? Этот, ну я люблю спортивные фирмы, похож на Рокки Бальбо, а этот похож на Андреянова. Но подводить итоги конкурса сегодня не стали. Не смог показать свою работу еще один скульптор из Москвы. Он опоздал на заседание. Поэтому конкурс решено продлить еще на полгода. Тем более, что пока на установку памятника Николая Андреянову собрана очень скромная сумма. Всего 120 тысяч рублей. Ирина Начерова, Константин Миронов, Шестой канал.